Коллеги, рядом со мной Анастасия Черненко, компания Табрис. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться Табрис, Краснодарский край. Давайте чуть подробнее. Давайте знакомиться. Нашей сети 24 года. Мы из Краснодара. До сих пор находимся только в рамках Краснодара. У нас 12 магазинов внутри города и 4 магазина на побережье. Мы формат супермаркетов. Почта средняя магазина в 1200 квадратных метров. Располагаемся, как правило, на своих площадях. Это собственные постройки, либо торговые центры собственные. И небольшое количество точек в аренде. Собственные торговые центры. Замечательно. Что я хочу отметить. Вы региональный магазин. При этом у вас 12 точек, но при этом у нас здесь вы спикер. Наверное, у вас есть интересные кейсы, которым нужно быть услышанным и всем другим игрокам рынка. Давайте знакомиться чуть ближе с вашим выступлением. У нас не 12, а 16 точек. Прошу прощения. 16 точек. Табрис. Краснодарский край. Да, это важно. Каждая точка имеет значение, потому что это очень сложная, дорогостоящая модель. Открытие. У нас есть свой собственный паркинг, есть свои склады хранения, свои производственные площади на каждом магазине. Одно из самых сильных наших конкурентных преимуществ – это наша кулинария. Кулинария составляет достаточно существенную долю в наших продажах. Это одно из сильных конкурентных преимуществ, которое позволяет нам дифференцироваться от остального ритейла. Понятно, что Краснодар – это родина магнита. Это как бы и место основной конкуренции между двумя гигантами отрасли. И мы на этом, во всей этой истории тоже нашли себя, скажем так, не только выжили, но и дифференцировались. Также одно из наших сильных конкурентных преимуществ – это собственный импорт. Многие коллеги задавали вопрос, как вы сейчас себя чувствуете в эти времена, когда, в общем-то, есть столько санкций, есть такой исход массовых брендов. На самом деле мы очень просто гибко реагируем на все изменения. Мы работали с 19 странами, в принципе, мы так и продолжаем с тем же количеством стран работать. Единственное, что у нас немножко скорректировалось, что вместо 400 поставщиков собственного импорта у нас ушло 15. И то там не по одной и той же причине, там разные причины экономического толка, а не только политического. Получается, вы делились своим кейсом, как в этот сложный период практически не изменить поставки и продолжать работать с теми подрядчиками, с которыми вы уже работали, и чувствовать себя замечательно. Еще какие-то конкурентные особенности, что заставило вас прийти сюда спикером? Чем вы делились и показывали свои плюсы и свои наработки? Да, сегодня у нас по повестке была история с СТМ. Табрис был приглашен в качестве такого альтернативного участника, поскольку у нас нет классической истории работы с торговой маркой. Мы небольшая сеть, и размещать производство на внешних площадках для нас экономически невыгодно, то есть и для наших партнеров. Для нас это еще на данный момент не приоритетно по целому ряду соображений, поскольку это должен быть определенный контроль качества. У нас с этим вопросом очень сложно. Мы не готовы делегировать качество на внешние площадки. Все, что мы делаем с брендом Табрис, это только собственное производство в рамках собственных производственных мощностей и полным управлением качества. Помимо прочего, избежание таких коммитментов со внешними партнерами дает нам некую свободу в гибкости ассортимента, в управлении упаковками, рецептурами и так далее. И, соответственно, благодаря тому, что мы, скажем так, паразитировали на собственном бренде Табрис, мы все, что мы производим внутри компании, тоже носят это же название, родительский бренд везде. Нам удалось выстоять, дифференцироваться и, скажем так, экономически продержаться, удержаться и даже развиваться. Замечательно. И мы пожелаем вам дальше успеха. И до встречи, надеюсь, в следующем году, когда мы будем говорить, что у вас примерно 28 магазинов. Я скажу, что 26, вы меня поправите. Удачи! Мы будем стремиться к этому. Большое спасибо.